Челябинск Добрый день, дорогие первокурсники! Челябинский государственный институт культуры был организован 20 ноября 1967 года. Это был пятый вуз подобного профита в стране, первый на Урале и в Западной Сибири. Для его функционирования было выделено здание школы номер 58 по улице Орджоникидзе. Сейчас само здание – живая история, о которой рассказывают мемориальные доски. На одной из них информация о том, что в годы Великой Отечественной войны здесь размещался Эвакогоспиталь номер 1722. На миг наступила вокруг тишина. История снова встречается с нами. Причастные к общей судьбе имена священными стали для нас именами. Первым ректором Челябинского государственного института культуры стал участник Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук, опытный руководитель Поликарт Васильевич Сопронов. Десять лет его деятельности – это годы становления института. Его имя не только высечено на памятной доске, оно навсегда сохранится в истории института и наших сердцах. Для самых талантливых выпускников ВУЗа учреждена премия имени Поликарпа Васильевича Сопронова. Торжественное открытие института состоялось 1 октября 1968 года. Он начал свою деятельность в составе трех факультетов – библиотечного, культурно-просветительского и музыкально-педагогического. В связи с дальнейшим развитием ВУЗа, совершенствованием учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы происходили структурные изменения. Открывались новые факультеты и кафедры, специальности и специализации, укреплялась материально-техническая база. Огромная заслуга в том принадлежит первому ректору, проректору по учебной и научной работе и заочному обучению Александру Ивановичу Лазареву. Имя авторитетного ученого, исследователя, талантливого педагога и организатора вузовской работы, широко известного в российской и мировой науке, также увековечено на этой стене. Еще одна мемориальная доска посвящена почетному профессору, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, участнику Великой Отечественной войны, Давиду Борисовичу Перчику. Давид Борисович знаковая личность не только для института, но и для культуры региона в целом. Он был крупнейшим организатором культурно-массовой, культурно-просветительной работы Кургана и Челябинска, пропагандистом самодетельного народного творчества, талантливым педагогом. На плечах таких гигантов строился и укреплялся фундамент нашего учебного заведения. Сейчас это один из ведущих вузов в стране, осуществляющий подготовку высококлассных специалистов для сферы культуры и искусства. В прошлом, юбилейном для нас году, коллектив института получил благодарность президента Российской Федерации. Слово для приветствия предоставляется ректору Челябинского государственного института культуры, известному ученому, доктору исторических наук, профессору, заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации Владимиру Яковлевичу Рушанину. Дорогие первокурсники, привыкайте, что вас будут называть теперь так. Вот вы были долго школьниками, потом короткое время абитуриентами, а сейчас вы носите гордое слово студента, первокурсника. Первокурсник – это человек, у которого все впервые. Первый приход в ВУЗ, первая сессия, первые зачетные книжки, первые отличные оценки. Дорогие друзья, от имени ректората я поздравляю вас с началом первого вашего учебного года. Вы государственные люди, вы поступили в Государственный институт культуры. И позвольте вам зачитать правительственную телеграмму, подписанную министром культуры Российской Федерации Медынским. Уважаемые друзья, от всего сердца поздравляю вас с началом учебного года. День знаний – это особый день, связанный с новыми надеждами и смелыми начинаниями, символизирующим стремление каждого к постоянному творческому поиску. Самые теплые слова выражаю юношам и девушкам, обучавшимся в образовательных учреждениях отрасли культуры. Впереди нелегкий, но интересный путь, успешно преодолеть который вам помогут трудолюбие, упорство и, конечно, любовь к искусству. Желаю всем реализации творческих замыслов, крепкого здоровья, счастья и вдохновения. Министр культуры Российской Федерации Владимир Медынский. Уважаемые друзья, вот вы сегодня можете посмотреть на закладной камень. Он был открыт ровно год назад, 1 сентября прошлого года. И закладывая этот камень, мы в основание вмонтировали капсулу с пожеланиями выпускников нашего института 2018 года. Студенческие годы пролетят стремительно. И вы будете уже не первокурсниками, а выпускниками. И на театральной площади Миллионного Челябинска вам будут вручены дипломы, а может быть дипломы с отличием. За 50 лет наш вуз подготовил 36 тысяч специалистов. Среди них известные деятели культуры, профессора, руководители творческих коллективов, государственные деятели. Я предоставляю слово для приветствия выпускнику нашего института, министру культуры Челябинской области, кандидату культурологии Алексею Валерьевичу Бетехкину. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые педагоги, дорогие теперь уже студенты. Прежде всего, позвольте мне передать слова приветствия и поздравления от двоего региона Алексея Леонидовича Текслера. Как правильно сказал Владимир Яковлевич, я действительно выпускник этого вуза, это моя альма-матра. Я могу, положа руку на сердце, сказать, что вы поступили в лучший вуз страны. У меня нет другого мнения. Здесь находятся в том числе педагоги, у которых я учился в свое время. Вам повезло. Здесь замечательный педагогический состав. Это, во-первых. Во-вторых, удивительная студенческая жизнь, которая вам заполнится на долгие-долгие годы. И я хочу пожелать вам, чтобы каждого из вас я увидел на вручении дипломов. В добрый путь! Спасибо, Владимир Яковлевич. Спасибо, уважаемые гости. На мраморе выбиты строки и профили, и имена. Запомните наши истоки. История нам отдана. Цветы к мемориальным доскам исторического корпуса Челябинского государственного института культуры возлагают ректор, профессора и ведущие педагоги вуза. КОНЕЦ Да, это наша история. Она суровая и прекрасная. Она полна испытаний и побед. Она завещана нам, чтобы мы помнили, гордились и продолжали ее достойно. А продолжать ее вам, дорогие первокурсники. А сейчас мы приглашаем вас на театрализованную часть праздника, посвященного началу нового учебного года, который продолжится в учебном театре нашего института. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...